Курбан-Байрам переводится как праздник пожертвования. В этот день многие люди режут барана, борются, устраивают всякие ярмарки и веселятся. Младшие должны целовать руку бабушкам и дедушкам и поздравлять с праздником. Курбан-Байрам считается главным исламским праздником. За 70 дней до него отмечается ураза-Байрам, окончание поста, после чего следует хадж. Каждый правоверный мусульманин хотя бы раз в своей жизни должен совершить паломничество в Мекку. Окончание хаджа – Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Торжеством предшествует молитва имама. Курбан-Байрам принято отмечать большим застольем с песнями, танцами и разными народными забавами. Основы всех религий одни. То есть доброта, мир, человеколюбие. Поэтому мы приглашаем всех. Все детки, которые взрослые, все, кто пришли, мы всем им рады. Всегда всех приглашаем. Рады всех видеть. Хотим, чтобы они вместе с нами в этот хороший праздничный день. На импровизированном татами разворачивается настоящая борьба. Любовь восточных народов к этому виду спорта далеко не новость. К примеру взрослых следуют и дети. Взрослые как бы пришли, примерно показали. Как бы есть уже примеры, продолжали. Пытаются быть похожи. Неотъемлемая часть праздника – жертвоприношение. Обычно в качестве жертвы выступает баран. Обязательное условие – поделиться мясом с бедными и неимущими. В этом году мусульмане Севастополя принесли в жертву 10 баранов, половину из которых отдадут нуждающимся. На торжествах в Орлином основное блюдо – плов. Эдем Сулейманов признается – всю ночь провел без сна. Но спать и не хочется. Все ради праздника. От души все это делать надо. С любовью. Получится все. С Божьей помощью. Иначе, как ни старайся, если от души делать не будешь, ничего не выйдет. Плова здесь хватит на 400 человек. А пока главное блюдо готовится – народные песни и танцы. Маленькая Мирием впервые выступила на публике, исполнив песню «Чепчелер». Мне понравилось здесь. И я рада с ней. А скажи, о чем была твоя песня? О цепляте. Сюрприз для местных ребят – новые ранцы. Их подарили сотни мальчишек и девчонок. И уже в понедельник они пойдут с ними в школу. Крымские татары постепенно обживаются на местах своих исторических поселений. Здесь прокладываются дороги. Есть учреждения здравоохранения, образования. Вот сегодня стало мне известно, что выделен земельный участок для строительства мечети. Это хорошее, богоугодное дело. И в строительстве этой мечети Дагестанская Диаспора, Духовное управление мусульман Дагестана обязательно окажется содействие в строительстве этой мечети. Традиционно жители Байдарской долины отмечают Курбан-Байрам на одной из живописных полян села Орлине. Они надеются, что в скором времени здесь появится большая, красивая мечеть для мусульман севастопольского региона. Михаил Журавский, Денис Александрович, Севинформбюро.